Элис Глуа, французский математик, погибший на дуэли в очень молодом возрасте, знаменит тем, что понял, что полезно смотреть на группы автоморфизмов полей, и так и называется теория Глуа, группы Глуа. Но, кроме этого, он совсем короткую, но в чем-то замечательную работу сделал о квадратичных иррациональностях. А именно, он понял, что чисто периодические цепные дроби – это в точности числа, которые являются корнями уравнения второй степени с целыми коэффициентами, причем, это так называемые квадратичные иррациональности, причем не просто любыми квадратичными иррациональностями, а приведенными. Называют приведенной квадратичную иррациональность, которая больше единицы, но при этом сопряженное число лежит между минус единицей и нулём. Давайте нарисуем картинку. В принципе, любая параблия есть. Если а больше нуля, то параблия выглядит примерно так. Ветвь вверх. Так вот, приведенное – это когда один корень, тот самый сопряжённый, расположен между минус единицей и нулём, а другой корень больше единицы. То есть, вы смотрите, альфа больше единицы, а сопряжённое число, сопряжённое – это тратопический минус перед знаком квадратного корня, меньше нуля, но больше минус единицы. Поскольку здесь в обе стороны, то мы, собственно, и должны доказывать. Давайте сначала так. Докажем, что если есть чисто периодическая цепная тропия, то её значение – это приведённая квадратичная иррациональность. То есть, такое число больше единицы, а сопряжённое, то есть вторая точка пересечения параболы, между минус единицей и единицей. Если у нас есть чисто периодическая тропия, то а нулевое должно равняться аэртому, а первое аэрпус первому, а второе аэрпус второму и так далее, и так далее. Но в цепной тропии все элементы, кроме нулевого, обязательно натуральные числа, не меньше единицы. А раз а нулевое равно аэрпус, значит, и оно будет меньше единицы, а значит, число альфа больше единицы, если оно является чисто периодической цепной тропией. Дальше. Чисто периодическая цепная тропия может быть вот здесь написано. То есть, здесь должно быть аэртая и так далее, но аэртая – это как раз вот это, и в этом пусть в цепном моменте написано число аэрфа. Значит, имеет место вот такое уравнение. Верно, вот такое равенство. Если вы домножите на знаменатель, получается вот такое квадратное уравнение. Смотрим. Мы уже знаем, что альфа больше единицы. Почему сопряженное число будет между нулем и минус единицей? Да очень просто. Если вы посмотрите на правую часть и вместо альфа подставите ноль, то получите здесь ноль, здесь ноль, минус b, r, минус второе. Это число отрицательное. Значит, в нуле наша парабола расположена ниже ассердцев. Если вы отставите сюда в качестве альфа минус единицу, наверное, не стоит написать, хотя, в общем, может быть, и так было бы понятно, qr минус первое плюс, это, наверное, очень положительное число, потому что последовательность уже канала застающая, плюс pr минус первое минус pr минус второе. Ну, конечно, больше, потому что pr минус первое больше, чем pr минус второе, qr минус первое больше, чем qr минус второе. Значит, в точке минус один парабола расположена выше ассердцев. Ну, значит, где-то пересекает между этими точками. Но, хотя это не так, я уже доказал то, что хотел, есть, пожалуй, даже более красивая идея. Мы можем по вот этому периоду явным образом указать вот эту точку. число, просто каким образом это число записывается. Оказывается, секрет в том, что нужно переписать вот этот вот период, ну, что-то это слева направо, да, то есть написание а0, а1 и так далее, а r минус один, а r минус два и так далее, а 0, потом опять а r минус один. и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Делаем ровно то, что делали здесь для числа а. то есть, смотрите, опять, в этом месте пишем бета, соответственно, у нас будет, ну, это просто записанное в виде континуант числа, но, собственно говоря, континуанта не меняется, когда вы переставляете числа в обратном порядке, поэтому все эти штуки записываются через те самые бешки и грушки. И получается уравнение на бета, квадратное уравнение. Правда, оно не может, конечно, быть уравнением на сопряженное к числу альфа, потому что бета больше единицы. Здесь просто у нас есть вот натуральное число. Но, если взять минус единицу, деленную на бета, и сюда, вместо бета, где подставить минус единицу, деленную на гамма, то у нас получается вот такое квадратное уравнение на число гамма. И вот оно в точности совпадает с тем, что у нас было. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь уравнение на число гамма, а здесь уравнение на число альфа. Коэффициенты абсолютно такие же. Поэтому гамма – это число, сопряженное на число альфа. Гамма – это число, сопряженное. Ну, то есть, минус единица, деленное на бета. Таким образом, у нас есть очень четкая связь между число периодической цепной дробью и сопряженным числом. Альфа, сопряженное – это минус единица, деленное на бета. То есть, минус цепная дробь, начинающаяся с я, где идет в перевернутой порядке период числа альфа. Но мы умеем записывать в виде цепной дроби и число, противоположное и известно. Там были два варианта. Если этот элемент равен единице, один спуск, одна запись. Если этот элемент больше единицы, то другой. Вот я это аккуратно выписал. Ну, видно, что альфа сопряженное уже, конечно, не является чисто периодической, но, с другой стороны, с какого-то момента идет тот самый период, но, повторяю, в перерывном, то есть, прочитанный в противоположном порядке. Это запоминять абсолютно не надо. А вот идею, что период можно как-то считать в противоположном порядке, идея, мне кажется, симпатичной. Хотя формально нам это не нужно всего. Для доказательства теоремы Голуа можно было ограничиться этим простым вычислением без той картины. Теперь, в обратную сторону. Пусть у нас есть произвольная, приведенная квадратичная иррациональность, докажем, что ее изложение в цепную дробь чисто периодическое. Доказываем теорему Голуа в обратную сторону. То есть, пусть у нас число альфа является корнем квадратного управления ах квадрат плюс бх плюс с равно нулю, где а, б, с целые числа, а больше нуля. Причем это приведенное правнение. То есть, сопряженное к числу альфа лежит между нулем и минус единицей, а само альфа наибольше единицы. Мы сейчас должны доказать, что цепная дробь числа альфа чисто периодическая. Между прочим, то, что она периодическая, это уже не такое простое утверждение, и оно носит название теорема Лагранжа. Лагранж понял, что периодические цепные дроби, не обязательно чисто периодические, просто любые периодические цепные дроби, это в точности квадратичная иррациональность. Сделать это очень просто, очень легко. Для этого нужно знать, что такое дискриминант квадратного уровня. Это b квадрат минус 4ac. Смотрите, какие есть условия на числа альфа и альфа, скажем, альфа спряженная, это минус b минус корень из т.д. на 2а, должно быть меньше нуля. Значит, вот этот числитель должен быть меньше нуля, то есть b должно быть больше, чем минус корень из т.д. Хорошо. И еще, альфа у нас больше единицы, альфа с чертой больше минус единицы, поэтому их сумма больше нуля. Ну, альфа сумма – это минус b разделить на а. Тогда мы терем и единицы. И вот это число должно быть больше нуля, значит, b отрицательное. Так смотрите, b – это отрицательное число, которое больше корней из минус t. Конечное число вариантов для числа альфа. Если я сейчас покажу, что в процессе выложения числа в цепную тройку дискриминат не меняется, то смотрите, что будет в этом равенстве. Для b – конечное число вариантов, и d не меняется, значит, и для произведения 4ac – конечное число вариантов. а и c – целые числа, поэтому количество таких уравнений будет конечное. Ну, значит, рано или поздно уравнение повторится, а это и значит, что тройку будет периодически. Ну, давайте, во-первых, поймем, почему, если у нас альфа – это была приведенная квадратичная рациональность, почему тогда все следующие возникающие числа, альфа-1, альфа-2 и так далее, они тоже будут приведены. Ну, и потом поймем, почему дискриминат не меняется. Смотрите, в чем состоит шаг разложения числа цепной трубы. Выделяем целую часть. Вот у нас где-то есть число альфа, мы выделяем из него целую часть. Это значит, вычитаем, то есть параболу эту сдвигаем на целую часть числа альфа влево. Разумеется, вот это число станет меньше минус единицы, а вот эта точка окажется где-то между нулем и единицей. После этого мы переходим к обратному числу. Число между нулем и единицей превращается в число больше единицы. А число, которое левее от минус единицы, возвращается на интервал от минус единицы до нуля. То есть, если альфа, приведенная квадратичная рациональность, то и альфа-1, и альфа-2, и так далее, все тоже приведенные квадратичные рациональность. Ну, а теперь к дискриминации. Один из способов состоит просто в том, чтобы раскрыть скобки и проверить, что дискриминант будет такой же. Это очень легко. Другой вариант, мне кажется, более полезный вообще для любого, кто занимается квадратным равнением, состоит в том, что есть формула для разности альфа и альфа-4. Это корень из дискриминанта, деленный на а. Но смотрите, что происходит, когда мы параболу сдвигаем на некоторое расстояние влево. Разность не меняется, потому что оба числа уменьшились на одну и ту же величину. Ну, значит, дискриминант не меняется, потому что ни а, ни вот эта величина, не изменилась. При переходе к обратному многочленд меняется на такой, разумеется, у него дискриминант то же самое. Так, ну, вообще-то мы почти все сделали. То есть смотрите, когда нам дали приведенную квадратичную рациональность, то в процессе разложения ее в цепную дробь у нас возникает конечное множество уравнений. значит, процесс равняли поздно двадцать лиц. И вот сейчас мы должны понять следующее. Если в какой-то момент выяснилось, что там какое-то альфа-с равняется альфа-с плюс р-д, почему, на самом деле до этого тоже, то есть почему альфа-с минус первое равняется альфа-с минус один плюс р-д? Ну, давайте подумаем, как связаны у нас числа альфа-с и альфа-с минус первое. Ну, по стандартной форме цепной дроби. Альфа-с минус первое это элемент цепной дроби плюс единица, деленная на альфа. Разумеется, абсолютно такая же формула есть для альфа-с минус один плюс р. Давайте я их пишу. Альфа с номером с минус один плюс р. Это есть а с номером с минус один плюс р плюс единица, деленная на альфа-с плюс р-д. Мы считаем, что эти числа равны. Альфа-с, альфа-с плюс р-д. У нас зацикливаются. Но если они равны, то и обратно не равны. И теперь смотрите. Мы подбираем вот это число так, чтобы сопряженное попало на интервал от минус единицы до нуля. Если мы в одном месте подобрали, то для такого же числа мы здесь обязаны взять такое же целое число. Потому что, взяв число а на единицу, на нуля больше или меньше, мы просто напротив эту картинку сдвинем, так что не попадет в этот дробь. Просто не попадет. Значит, если такое равенство времена, то и предыдущие времена. И так будем сдвигаться назад, сдвигаться, сдвигаться, сдвигаться. И доказываем, что цепная дробь является чисто периодически. Мне кажется, что это очень красивая теорема.